АЛТАЙ Завоевание России и Сибири началось по ходу Ермака еще в XVI веке. Потом длительная борьба за сибирские земли с кочевниками, строительство острогов и крепостей. Освоение Сибири увеличило территорию России в несколько раз. Алтайская земля оказалась богатой медью, золотом, серебром и стала владениями императорской фамилии. В начале XX века по указу Николая II все еще мало заселенные алтайские земли продавались крестьянам по символической цене. За плодородий и мягкий климат переселенцы крестили этот край землей обетованной. Алтай – малая родина Василия Шукшина. Редко кому завидую, а завидую моим далеким предкам, их упорству, силе огромной. Я бы сегодня не знал, куда деваться с такой силищей. Представляю, с каким трудом проделали они этот путь. С севера Руси, с Волги, с Дона на Алтай. Я только представляю, а они его прошли. Если бы не наша теперь осторожность насчет красивости, я бы позволил себе сказать, что склоняюсь перед их памятью. Благодарю их самым дорогим словом, какое только удалось сберечь у сердца. Они обрели себе и нам, и после нас прекрасную Родину. Красота ее, ясность ее поднебесная, редкая на земле. Нет, это, пожалуй, легко сказалось. Красивого на земле много, и вся земля красивая. Дело не в красоте, дело, наверное, в том, что дает Родина каждому из нас. Я запомнил образ жизни русского крестьянства, нравственный уклад этой жизни. Больше того, у меня с годами окрепло убеждение, что он, этот уклад, прекрасен, начиная с языка, с жилья. И нигде больше не имела я такой ясной, простой, законченной целесообразности, как в жилище деда, крестьянина, таких естественных, правдивых, добрых в сущности отношений между людьми. Никак не могу внушить себе, что это все глупо, некультурно, а думаю, что отсюда, от такого устройства и самочувствия в мире, очень близко к самым высоким понятиям о чести, достоинстве и прочим мерилом нравственного роста человека. Неужели в том только и беда, что слов этих честь-достоинства там не знали? Но там знали все, чем жив и крепок человек и чем он нищий. Ложь есть ложь, корысть есть корысть, праздность и суисловие. Нет явления в жизни, нет такого качества в человеке, который бы там не знали или, положим, знали его так, а пришло время, и стало это качество человеческое на поверку в результате научных открытий, вовсе не плохим, а хорошим, ценным. Я не стремлюсь здесь кого-то обмануть или себя, например, обмануть, нарисовать зачем-то картину жизни идеальной. Нет, она, конечно, была далеко не идеальная. Но коренное русло жизни всегда оставалось. Правда, справедливость и даже очень и очень развитое чувство правды, и справедливости здесь нет сомнений. Только с этим чувством люди живут значительно. Этот кровный закон соблюдения правды вселяет в человеке уверенность и ценность его пребывания здесь. Я так думаю, потому что все остальное прилагается к этому, труд в том числе. Ибо правда и в том, что надо есть. Когда я подъезжаю на поезде к Бийску, от Новосибирска до Бийска поезд идет ночь, когда начинаю слышать в темноте знакомое, родное, сельское подпевание в словах, я уже не могу заснуть. Даже если еду в купе, а волнуюсь, начинаю ворошить прожитую жизнь. Поезд останавливается у каждого столба, собирает ночи моих шумных, напористых земляков. Вагон то и дело оглашается голосами. Конечно, тут не решаются проблемы научно-технической революции, но тут опять обнаруживается глубокое давнее чувство справедливости, перед которым я не имею. Как-то ночью в купе вошла тетя-пассажирка, увидела, что здесь сравнительно свободно, в бойке месяца едут даже в коридорах купейных вагонов, сидят на чемоданах, благо ехать близко. Распахнула пошире двери и позвала еще свою товарку. «Нюра, давай ко мне, я тут нашла местечко». На замечание, что здесь купе, места, так сказать, дополнительно оплаченные, тетя искренне удивилась. «Да вы гляньте, что в коридорте-то делается, а у вас вон как просторно». Отметая в уме все «да» и «нет» в пользу решения вопроса таким способом, я прихожу к мысли, что это справедливо. Конечно, это несколько неудобно, но уж пусть лучше мы придем к мысли, что надо строить больше удобных вагонов, чем вести дело к иному. Одни будут в коридоре, а другие – в загородочке, в купе. Дело в том, что и в купе-то, когда так людно, тесно, ехать неловко, совестно. А совесть у человека должна быть, пусть это и нелепо с точки зрения правила передвижения пассажиров. Правила можно написать другие, и была бы жива совесть. Человек, начиненный всяческими правилами, но лишенный совести, пустой человек, если не хуже. Родина. И почему же живет в сердце мысль, что когда-то я останусь там навсегда? Когда? Ведь не похоже по жизни так. Отчего же? Может, потому, что она и живет постоянно в сердце, и образ ее светлый погаснет со мной вместе. Видно так. Благослови тебя, моя Родина, труд и разум человеческий. Будь счастлива. Будешь ты счастлива. И я буду счастлив. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова